мы приехали на границу с латвией пропускной пункт бурачки и вот такая вот очередь она началась за два с половиной километра до границы то есть очередь правда из грудовых машин но все равно блин бедные люди стоят в такие вот эти очереди даже ужас какой-то стена прям стена идет из машин это же как-то упростить систему а не усложнить ужас какой-то не знаю конечно что нас ожидает тоже может приедем там из легковых не за 20 километров начинается но за километр блин сейчас километр остался на одну увидим вендели вендели с детьми в германию по делам вот легковые машины пока конца экран не видать не подскажете долго тут стоять серьезно замечательно хочу так долго-то кошмар на какая причина или не из них неизвестно были бы на границе но я дошла пешком до первого человека который стоял в очереди у парня спросила говорю сначала почему так долго он сказал из-за мобилизации пропускают три машины в час и поэтому соответственно вряд ли мы сегодня до утра я говорю сколько сегодня до утра это же ужас это же ужас какой-то короче бурачки не соваться я прошла первого человека в очереди они сказали что стояли уже пришли и приехали были пятыми и стоит уже пять с половиной часов это до шлагбаума а после шлагбаума я спросила сколько там машин до сети 5 запустили было бы пять часов я посчитала машины сколько до нас двенадцать машин короче помножим на 2 до утра нам действительно обеспечено мы поехали в эстонию ну это была моя идея приехать сюда у меня кольца сначала сказал что поехали в эстонию я сказала давай попытаемся на два часа короче ну вот теперь нам ехать три часа короче не получилось так что вот так ладно едем в эстонию мы приехали в латвию вот такой у нас номер заехали в 4 утра три года у нас не было силы было снимать ничего в 4 утра вот сейчас 9 так прикольно сделан балки такие старинные называется роскошный трехместный номер но я бы роскошного не назвала то есть я покажу размер этого номера вот так вот выкают у нее таз почему-то в 3 комнаты как питка в принципе как интересно сделала такой трехместный узор ну как бы у нас тут уже вложены само собой вещи вот такие балки красивые такое я люблю вот да вот обожаю можно сказать вон эрин пошла в нарнию самое интересное что картинка дома один в один мы тоже привезли из Парижа да такая же она она но с рамками красивее потому что от рамки очень многое зависит любую даже самую страшную картинку можно красивой сделать здесь был кофе три в одном ужасно сладкий нормальный чай бутылочки воды ну холоднее пустой так кондиционер вот такая вот двуспальная кровать почему как бы я хотела номер на или две большие кровати ну короче пришлось спать с нами смысл такой номер вот так расклад роскошный трехместный номер почему-то трехместный я вообще заказывала двое взрослых и двое детей ну почему нам выдали роскошный трехместный номер ну за 60 евро пойдет короче надо ночью переезжать даже несколько часов переночевать это вообще едем дальше сейчас в Польшу потом в Берлину в Берлину на один день а дальше едем в Нюрнберг как прошли границы вчера да собственно как нормально прошли что там было сейчас скажу на русской границе спрашивали почему у меня просроченные визы а у меня виза была 30 октября я говорю у меня вот есть справочка на то что я делаю ВНЖ и вот на просроченную визу у меня есть на это справка они сказали пишите объясните вполне возможно вас не пустят при следующем въезде в Россию визы вам дадут новую но при въезде могут вас не пустить но меня это очень обрадовало конечно я говорю ну как это так я же спросила это управление Министерского движения могу ее выезжать они сказали да можете ну вот я на этой буду настаивать как ты что мне не хватало чтобы меня в Россию не пустили я и так вот еду на две недели я и терплю что приходится ехать скажу вот такая вот Рига ну это какой-то отдаленный район само собой ну честно говоря ну не о чем ну может быть в центре города как и в всех городах центр самая красивая наверное в центре красивее а мы где-то наверное в какой-то южнейшей части города где-то что-то такое гостиница нормальная была все нормально на латвийской границе тоже спрашиваю нас везет ли вы с собой мясные продукты молочные всякие овощи честно говоря у нас было и ну родители взяли в подарок натуральных продуктов потому что в Германии ну это все же не натуральное и мы взяли там сальца там вот такое вот все ну таксисты для себя похожи но они открыли чемодан посмотрели и сказали все нормально но на латвийской вообще никаких проблем не было да ну паспорта взять собственно и все на эстонской ой господи я уже забываю какие страны мы пересекаем на эстонской и в то есть в эстонии мы прошли нормально весь переход границы занял два часа соответственно бурачки не рекомендуем там вообще ужас там машина в час даже не три машины в час а одна машина в час вот такая вот статистика вон дети лохматые сидят а эстонскую как обычно мы уже пересекаем если не ошибаюсь третий раз ее и того третий раз ее однозначно да потому что тьфу тьфу три раза было нормально без всяких проблем там просто меньше машин не все так жаждут ехать настолько далеко это лишних триста километров вот или ехать лишних триста километров или стоять двенадцать часов ну вот такой вот выбор ну если будет покороче но двенадцать часов стоять лучше проезд мне кажется три часа лишних так что вот так вот сейчас если будет что-то красивое в Риге я сниму вот ну я буду снимать то, что вижу как Аккен в Риге ой Оль погода дождливая когда мы заехали в эстонию вот сразу чувствую что дороги там более ухоженные да вот например идет покрытие дорожное асфальтированная дорога по бокам она очень ровно кончается с них не оба как там накидана лопатой было а ровно и облагорожена натуральным камнем таким мелким такой мелкой брусчаткой и очень смыться аккуратно с красивым бордюром бордюра тоже из натурального камня из гранита я успел заметить или гранит или какой-то называется да или брусчатка только уже такие прямоугольные формы то есть вот все аккуратно и красиво вот этого не хватает немножко в россии чтобы в таких мелочах в детали кроется все весь интерьер так сказать весь экстерьер так что небольшие черты было бы отлично вот как ни странно яндекс почему все время показывает длиннее и причем длиннее на сколько она по времени да по времени все время выходит намного дырее сейчас выходит на час сорок неправильно рассчитывать скоростной движения не просто не по сравнению маршрута просто дело в расчетах они в километрах одинаковые и таком видишь а тут разница мы выбрали платной дороге потому что ну два часа разница с бесплатными ой нет слишком долго нам и так ехать четырнадцать часов а так шестнадцать ну куда впереди начала потом в нюрнберг мы просто продали недвижимость и едем паковать вещи так сказать и так нам дают пока там кредиты нам раньше не давали с того что с не было собственного капитала то есть первоначального взноса а при продаже дом конечно же он появился и поэтому сейчас что-нибудь возьмем в кредит и в германии тоже пока на в россии не дают вот такой вот план вырастет ипотеку да и к тому же процент по ипотеке в россии сейчас от 11 я вот узнавала ипотечного брокера но дороговато честно говоря прям слишком дороговато и поэтому мы решили сначала здесь взять смысле в германии взять квартирку двухкомнатную и для монтера какой-нибудь здание и в россии здесь на что-то хватит потом тебе продать и купить нормальный дом вот не находим и нормальный дом по той цене которые хотим ну так собственно и бывает сначала там какие-то требования есть например там я хочу дом на берегу реки 15 комнат там с офигенским газоном там дали потом думаешь они должны не 15 не 10 достаточно да и река должны такая важная вещь потом еще сокращаешь потом еще сокращаешь свои требования то есть там думаешь ну и же не не 500 квадратов не надо уже 300 нормально потом еще сокращаешь и вот потом только приходишь к чему-то реальному действительно но смысл такой что дома которые мне нравятся я не говорю что в эти 500 я не вообще совершенно не жить 500 только убираться в них хотелось бы от 200 квадратов вот практика показывает что это что меньше 200 это мало просто как визуально это выглядит и дома от 15 миллионов а нормальные всего 20 миллиона вблизи москвы но и не хочу так далеко углубляться в в эти все деревни от москвы там 30-40 километров не наездишься вот ну серьезно это вся жизнь дороги а денег естественно все это не хватает вот решили просто увеличить свой капитал тем что сначала одно взяли продали и второе в россии взяли продали потом сложить эти деньги купить нормальный дом ну и к тому же подумать о том надо чем зарабатывать на жизнь может быть и практика покажет что эти перепродажи к чему-то приведут какому-то опыту что это приносит деньги не приносит деньги вот все это увидим то я рискует шампанское пьет шампанское очень любит будем пробовать мы остановились в польском кафе какая-то там корчма есть такой суп гуляш очень вкусный еще были такие хлебцы с чесноком с луком и сверху сыром но к сожалению их и не успела со снять не кончились ну вообще вкусный нам все до берлина ехать очень долго вон уже там темнеет вон уже сверху шли вот такая вот корчма сегодня надеюсь прибудем все же но Продолжение следует...